вот такое доброе утро варю себе кофе в турке шанелечка тут как тут мы уже с ней погуляли она уже покушала а у меня вот такой вот завтрак вкусный кофе с молоком и сахаром конечно же шоколадка на закуску салат листья салата помидорки эстонский плавленый сыр в морозилке хранился и вот такая ветчина и нос любимой собаки будет у меня бутерброды вот такой вот завтрак а на улице сегодня туман гор практически не видно смотрите птицы поют плюс двадцать три градуса благодать всем кто сейчас завтракать приятного аппетита всем солнечный привет из мерсина шанелечка мы шанелечкой дома на диване будем снимать видео для вас немножечко поговорим о счетах а также поговорим на какую я тему общалась со своей одноклассницей анютой напомню аня у нас астролог мы делали прямой эфир с ней 16 мая у нас будет совместный прямой эфир друзья мои приходите кому интересно астрология а мне она уже очень интересно ночью прикольно узнавать вообще какой ты на самом деле человек а еще я читала ваши комментарии под последним видео где я готовила блинчики спасибо огромное кто оценил мое творение поставили лайки на самом деле блинчики реально очень вкусные маруся не кушала их почти год потому что я их готовила только в эстонии и наконец-таки аллилуйя нашли ветчину из индейки а вот и я стала готовить и вчера это было не исключение я снова готовила блинчики помогала мне моя маруся вот друзья мои переключаемся а у нас снова ветчина сыр и конечно же блины наивкуснейшие тоненькие в этот раз будет больше блинчиков потому что потому что очень вкусно маруся заказала была полная коробка пока я ходила туда-сюда маруся уже за добавкой ну как тебе нравится очень вкусно продолжаем о счетах друзья мои я целых два месяца не записывала видео о счетах мерсине в турции кстати моя олечка помните бы просили хотели посмотреть ее квартиру она прислала видео обзор своей квартиры сейчас я прикреплю видео посмотрите пожалуйста здравствуйте уважаемые подписчики светланы снимаю вам обещанный обзор на квартиру со светланой мы не успели светлана меня попросила вам снять вот это спальня вот язычка спит спальня у нас есть еще ванная комната с душевой небольшая такая такая комната это детская комната такая тоже небольшая детская комната вот такой у нас прихожая такая не были не знаю большая небольшая какая есть вот еще одна ванная комната так это оранжевое полотенце это из на полотенце сушиться лапки мыли здесь у нас стиральная машина за дверью и сушильная машина вот достаточно вместительная ванная комната такая прихожая это выходная дверь ну это типа система умный дом но мы ее не подключали потому что у нас коты а вот там сенсорный датчик и получается постоянно бы этот умный дом нам бы приходило бы оповещение если у нас не было дома так это салон вот такие два окна и кухня не стейси меня сопровождает выход на балкон есть из кухни и с салона зала получается у нас вот такой балкон вот такой небольшой обзор на квартиру я надеюсь вам понравилось сняла как могла вот так спасибо за внимание мы соли сравнили цены на коммунальные платежи и что я могу какой я сделала вывод альдат в стамбуле выше чем мерсине но во всяком случае айдат в сетре у оли где нету бассейна 800 лир в нашем сете айдат 400 лир и есть бассейн оля сказала в сете где есть бассейн там будет свыше 1000 лир айдат может быть даже 1500 смотря какой наверно бассейн вот потом она сказала что на воду счета у них дешевле в стамбуле вот ну и отопление они сами себе включают так как в стамбуле еще до сих пор прохладно она сама себе может включать отопление естественно у них еще приходит счета за отопление я живу в доме где центральное отопление нам включили его в конце ноября и выключили 5 апреля вот поэтому будет у нас даже если холодно мы будем просто утепляться кстати как вам моя новая пижамка она шортиками но я пока в штанах но вообще она шор она шортиками идет я ее купила в айкики за 10 евро цены мне в турции очень очень нравится хвастаюсь короче друзья мои хвастаюсь но это помните я делала ревизию шкафов повыкидывала хлам освободила пространство для новых вещей ну так вот нашем полку прибыло уже новая пижама не будем отвлекаться по счетам смотрим счета за март месяц моем сито значит айдат у нас 400 лир айдат подняли в январе месяце как вы помните раньше я платила 200 лир айдат был так отопление отопление это весь март и 5 дней апреля но вы помните что у нас редко было холодно и я редко включала отопление так что счет был двести пятьдесят пять лир я сразу перевожу в евро это 13 евро округляю значит отопление двести пятьдесят пять лир за март газ значит отопление и газ это разные вещи газ это плита отопление это батареи газ и газ еще кстати горячая вода нагрев горячей воды сто двенадцать лир это за март сто двенадцать лир это пять пятьдесят евро вода вода сто пятьдесят две лиры это восемь евро воду мы не экономим посудомойка работает через день стирка работает через день моемся мы по два раза на день а то и три если решим голову еще помыть как говорится так что на воде мы не экономим сто пятьдесят две лиры за март месяц это восемь евро дальше электричество но вы все знаете люстр у меня нету у меня лампочки лечат до сих пор но они хорошо светит нам хватает вот электричество у меня что это стиральная машина посудомойка телевизор работает не переставая именно youtube канал потому что кабельного телевидения у меня не в таллине не было долгое время и здесь у меня нету а вот ну вот сушильная машина стиральная машина посудомоечная машина да это электричество за март месяц двести тридцать три лиры это 12 евро и того общий счет за март 60 евро переводите на свою валюту кому интересно в лирах я вам сказала до отопление 255 газ 112 электричество 233 вода 152 и айда 400 всего получился можно сказать последний зимний месяц март 60 евро я заплатила коммуналку идем на апрель в апреле что у нас поменялось айдах не поменялся 400 лет газ именно плита до газ газовая плита оплатил президент да да друзья мои так и пришел счет что ваш газ оплачен то есть если мы за март месяц за газ я заплатила сама 550 евро то в мае мне оплатил этот газ президент то есть мне не надо платить электричество у меня меньше за прям месяц ну потому что мы неделю жили в стамбуле мы неделю ничем не пользовались у нас дома так что он меньше электричество 160 лир это 8 евро 160 лир вода 119 лет тоже меньше потому что мы не пользовались неделю мы жили в стамбуле 6 евро получается и того общий счет коммунальные за за апрель месяц тридцать четыре евро тридцать четыре евро это айдат это электричество вода газ не надо отопление не надо потому что она отключена но было собрание и управляющая компания выставила нам счет мы все получили вот такие вот бумаги план работы коммунальные да у нас же имеется бассейн так вот выставили счет что в мае и в июне как бы счет разделили на два месяца что в мае и июне мы должны оплатить по 1250 лир каждая квартира это по 60 евро за ремонт двигателя в бассейне за бытовую химию для бассейна за видеонаблюдение еще поставит одну камеру на бассейне и окрасит в подъездах стены значит два месяца подряд это в мае и в июне мы еще дополнительно заплатим по 1250 лет это 60 евро и того в этом месяце я заплачу 34 евро общий счет плюс 60 94 евро я заплачу за коммуналку ну вот и считайте я снимаю видео ежемесячно до счета и в принципе мне мои счета очень нравится в отличие от эстонских счетов когда я жила в эстонии я считаю что при зарплате здесь средняя заработная плата 8000 лир 8000 лир и заплатить счет 60 евро это 1200 лир от 8000 отнять 1200 лир коммунальные платежи семье это не это не так бьет по карман у вас остается еще на питание еще можно и приодеться так что вот такая вот жизнь у нас в турции от всего сердца хочу сказать любовь огромное вам спасибо за донат котики домой с таким девизом любовь уже второй раз перевела мне донат спасибо спасибо огромное дай бог вам здоровья пусть вам сто крат вернется друзья мои я прикрепила ссылку на донат у меня есть мечта перевести моих питомцев из эстонии в турцию я уже связалась туркиш уже узнаю посылки какие документы нужны европейские паспорта мои родители котиком сделали прививки сделали я очень хочу чтоб они жили с нами и шанельки будет веселее так что если у вас будет возможность пожалуйста переведите донат я буду очень вам благодарна спасибо большое заранее сегодня такое видео на диване ну а потому что я сегодня весь день шуршу по дому у меня сегодня стирка у меня сегодня сушка у меня сегодня готовка я снова готовила рис вкусный ну потому что ребенку нравится и мне нравится так что я сегодня дома может быть чуть позже выйду в магазин прогуляюсь а так я шуршу по дому и вообще вы уже знаете что я очень люблю свою квартиру я очень люблю находиться дома я смотрю сериалы общаюсь с подругами общаюсь с аниме с астрологом и когда я спросила анечка так как мне назвать тему эфира о чем мы будем разговаривать с моими зрителями анечка отправила мне голосовое послушайте друзья мои значит основная тема для всего главная главная тема это я развею некоторые мифы об астрологии и объясню почему когда люди читают по поводу популярную астрологию у них она не работает то есть они говорят я про себя читаю а на самом деле я не такой вот это номер один номер два расскажу про десять планет что в каждой карте есть десять планет и не только одно солнце и номер три расскажу немножко о каждом знаке зодиака постараюсь дать более глубинную информацию чем описание в популярных астрологических журналах вот так вот друзья мои кому интересно 16 мая добро пожаловать на эфир когда я была в стамбуле моя олечка мне помогла создать тик ток помогла создать телеграм-канал помогла создать рилсы научила даже объяснила что важно для блогера вести инстаграм представляете ну так вот я так люблю свой youtube что и другие как бы соц сети я не вела но теперь они у меня есть поэтому друзья мои если у вас есть какие-то вопросы вы всегда можете задать их в телеграм-канал найдите меня светлана балина и будем там общаться маруся пошла с шанелькой гулять и отнесла корм собачкам котиком видите какая у нас жаришка ходим уже блузочки в шортиках лето это в мерсине благодать пошли они гулять заодно и за хлебушком море вам покажу смотрите сегодня такое солнышко как бы в дымке готовлю себе обед ужин вот салат у меня будет рис и курочка хочу вам показать чем меня угостила маруся а маруся угостила подружка из гимнастики спасибо карина тебе огромное вот такое вот блюдо мы с маруся будем пробовать это впервые друзья мои кто знает что это за блюдо такое а я люблю всякие бомжики мне кажется что мне очень понравится а 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 и а а Продолжение следует... Продолжение следует...